Похититель действовал нагло и решительно, зная о том, что практически в каждом подъезде есть камеры наблюдения, они же установлены и в домофонах. 30-летний злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов. Его расчет на беспечность владельцев велосипедов, оставлявших порой на длительное время без присмотра свое имущество, как правило, оказывался верным. Подозреваемый без особого труда опочищал двухколесный транспорт и переправдавал его. Установлена причастность подозреваемой к совершению 11 краж велосипедов. Как признался сам злоумышленник, владельцы имущества не использовали средства безопасности, даже такие элементарные, как тросик с замком. Как входил в дома? В дом, пока выйдет кто-то из подъезда, сходил открытый дом. Сколько велосипедов удалось реализовать? Всем. Все велосипеды. Какую сумму получил за это? Ну, вообще сумму не могу точно так сходу сказать. Наверное, около 40 тысяч. Реальная стоимость похищенного, конечно же, намного выше. Цена некоторых моделей велосипедов, похищенных подозреваемым, превышает сумму в 50 тысяч рублей. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.